Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодняшний наш вебинар посвящен денежным средствам и платежному календарю, то есть функционалу казначейства. И мы с вами посмотрим, какие изменения у нас произошли в 2024 году. Мы, естественно, поговорим про дополнительные функции. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наши телефоны, наша электронная почта, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардашева. Если вам неудобно показалось время, когда проводится вебинар или вы не смогли досмотреть до конца, мы через некоторое время выкладываем записи наших вебинаров. Вы можете посмотреть их на сайте. Наш адрес еще раз напоминаю, вот он. И, возможно, вы найдете там еще какие-то материалы, которые вас заинтересуют. Итак, тема нашей сегодняшней встречи. Вы видите ее на экране. Первое, это, естественно, расширение полномочий ФНС в 2024 году. Затем работа по заявкам на расходование денежных средств. Экваринг, то есть кассовые операции по платежным картам. Правила проведения инвентаризации, поскольку вы знаете, что у нас принято новое ФСБУ по инвентаризации. Ну, работа с самим платежным календарем. Правила работы и как какие тонкости есть. Немножко дополнительных сервисов. К сожалению, программа очень обширная. Нам придется достаточно сжато как бы проходить по нашим темам. Как наша сегодняшняя встреча будет построена? Мы будем нормативные материалы смотреть по слайдам и будем параллельно переключаться на демо версии. Сейчас я переключусь таким вот образом. На демо базу 1S ERP и смотреть, что у нас касается теории, то о чем мы поговорили на практике. То есть уже какие-то практические действия выполнять. Сейчас я снова вернусь к нашим слайдикам. Итак, достаточно много в этом году было изменений, которые, в общем-то, носили технический характер и уравновешивали нормативные документы, которые были приняты в прошлом году. То есть в учете денежных средств на самом деле у нас технически, то есть при работе с конфигурацией не очень много изменилось, но изменился ряд полномочий налоговых органов и, соответственно, они расширились. То есть, во-первых, у нас произошли изменения в части налогового администрирования. То есть вы знаете, что это достаточно сейчас актуальная вещь. В частности, предлагается установить срок в 6 рабочих дней. То есть после того, как налоговый орган отправляет вам электронный документ, то есть, например, требование об уплате налогов, то этот документ считается полученным налогоплательщиком. Это делается для совершения, для совершенствования электронного документа оборота. И, как вы знаете, такой порядок сейчас у нас действует, если отправлен документ заказным письмом. Ну, собственно говоря, это небольшая новость. Это просто как бы легализация того, что уже сейчас практически действует. По текущим правилам, датой получения документа, направленного по телекоммуникационным каналам связи, считается дата отправки налогоплательщикам квитанции о приеме документов. Причем на отправку такой квитанции давалось 6 дней. То есть, если вы, например, по ТКС, Астрал, СБИС и так далее получили какой-то документ, то вы должны были в течение 6 дней отправить квитанцию об приеме этого документа. Сейчас, в случае, если вы не отправляли квитанцию о приеме документа, налоговый орган должен был вам повторно выслать данный документ на бумажном носителе. Ну, вот эта процедура сейчас упрощена. И, соответственно, документ считается полученным в течение 6 рабочих дней. У нас достаточно много таких небольших, скажем так, административных изменений, которые надо учитывать при работе с денежными средствами. То есть, во-первых, это касается налогового мониторинга. Налоговый мониторинг заменит обычные проверки на онлайн взаимодействие при помощи удаленного доступа. То есть, как вы знаете, налоговый мониторинг – это доступ налоговым инспекциям к вашей базе. И, соответственно, раньше налоговый мониторинг применялся в строго определенных случаях. Сейчас эти случаи расширены. И планируется их дальнейшее расширение. То есть, сейчас у нас пока только особо крупные налогоплательщики были на налоговом мониторинге. Ну и сейчас будут уточняться критерии, по которым этот доступ должен быть передоставлен. Кроме этого, налоговая у нас получила полномочия по утверждению критериев ликвидности имущества, которое может быть предметом налога при предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налогов или инвестиционного налогового кредита. То есть, сейчас такие критерии уже разработаны и, соответственно, уже начнут применяться. Это не новый тоже документ. Это было отражено в основных направлениях налоговой политики на 2024-2025 годы. Но, тем не менее, поскольку этот документ задавался уже достаточно давно, то, соответственно, нужно о нем напомнить, чтобы вы имели это в виду при взаимодействии с налоговыми органами. Кроме этого, у нас произошли изменения в контрольных функциях, так сказать, по работе с кассовыми аппаратами и с кассовыми терминалами. То есть, в этом отношении налоговое, ну, скажем так, пристальное внимание уделяет этому вопросу. И произошли изменения, ну, скажем так, ужесточающие требования. Ну, во-первых, получили налоговые органы право альтернативных способов. Мы о них попозже немножко поговорим. И произошли изменения в очных процедурах. То есть, фактически, это выездные налоговые проверки касательно кассовых аппаратов и терминалов платежных. И здесь изменения коснулись того, что могут налоговые органы производить и выемку документов, обратите на это внимание, и использовать видео и аудиозаписи. То есть, если раньше такие документы не принимались во внимание, то теперь это будет широко использоваться и применяться, ну, соответственно, в очных проверках. Кроме очных проверков, еще дистанционные сверки получили широкое распространение. То есть, налоговая инспекция может подключиться к вашему кассовому аппарату удаленно для считывания данных и также использовать видео и аудиосвязь для проведения сверки. То есть, здесь тоже, так сказать, достаточно большой простор налоговиков для творчества, потому что подключение к кассовому аппарату призвано пресечь такие нарушения, как выявление недостоверных операций, которые не имеют места, ну, например, пробитие чека на какую-то сумму для того, чтобы скрыть какую-то операцию. Ну, то есть, обналичивание денег, например. Ну, и, соответственно, электронный документ, наоборот, призван облегчить контроль. Но, кроме этого, налоговики получили возможность блокировки платежных терминалов. То есть, если по какой-то причине платежный терминал использовался без применения контрольно-кассовой техники, то в таком случае налоговики блокируют его на 90 дней. Ну, конечно, может быть снято и раньше, если вы предоставите подтверждение того, что устранено нарушение. Запрет мнимых и притворных расчетов. Это то, о чем я говорила несколько минут назад. При контроле аудио и видео техникой, как сказать, официальными путями для прикрытия мер по прохождению притворных сделок. Ну, и, соответственно, реквизиты первичной документации. То есть, сейчас, как вы знаете, электронные чеки применяются достаточно широко. И если обнаружено какое-то несоответствие, например, при обороте этих чеков и неправильном указании реквизитов, то тоже будет применяться блокировка кассовых аппаратов и блокировка прочей техники для денежных расчетов. Как вы видите, достаточно много таких небольших, но ужесточающих меры контроля изменений. И, естественно, налоговики будут применять и блокировку, и штрафные санкции. То есть, в 2024 году, как я уже сказала, у нас появилась у налоговиков возможность заблокировать кассовые аппараты, если вы что-то нарушили в случае, например, регистрации. Но, на самом деле, регистрация кассовых аппаратов уже давно достаточно хорошо отработана и выполняется достаточно аккуратно. То есть, уже далеко в прошлом, когда работали на незарегистрированных кассовых аппаратах, но основные аспекты блокировки сейчас касаются других проблем. Например, когда вы сдавали, например, в аренду кассу другой организации или были выявлены какие-то другие нарушения в процессе регистрации кассового аппарата. То есть, причины заблокировать кассовый аппарат – это несоответствие регистрационных сведений, то есть, пусть даже у вас касса задегистрирована, ну, например, на другую организацию или на другое ИП. Блокировка. То есть, налоговая инспекция может заблокировать кассовый аппарат на определенный срок для предотвращения каких-либо других нарушений, если они у вас были при работе с кассовым аппаратом. Ну, предполагается, что блокировка будет временной, как я уже говорила, на 90 дней. И чтобы это стимулировало предприятие как можно к более оперативному устранению причин, которые привели к блокировке. Ну, уведомления. Уведомления у нас и сейчас получают в этом случае. И планируется более широкое распространение уведомлений для того, чтобы предприятие могло оперативно решать проблемы, которые возникли из-за блокировки. Ну, последствия блокировки, собственно говоря, для юридического лица, ну, и планируется, конечно, что для ИПИСов это возможность осуществления продаж блокируется. То есть предполагается, что блокировка кассовых аппаратов исключит возможность продажи товаров, ну, соответственно, в магазинах и так далее. Ну, естественно, если вас при блокировке кассовых аппаратов поймают при расчетах без применения кассового аппарата, то в этом случае последствия будут еще более тяжелые. Ну, и, соответственно, эта мера направлена на предотвращение нарушений. То есть если подозревают вас в каких-то мошеннических действиях с кассовым аппаратом, то точно так же имеют право заблокировать его для предотвращения дальнейших нарушений. Ну, как вы видите, в общем-то, ничего нового, то есть эти все действия налоговики могли применять и раньше, только для этого требовались конкретные документы, например, постановления. Теперь немножко другой документооборот, и налоговики могут применять эти действия в рамках вот перечисленных новшеств. Ну, и, естественно, штрафные санкции за нарушения у нас в этом году точно так же, как и в случае, например, воинского учета, в случае выявления дополнительных каких-то обстоятельств только увеличиваются. То есть ужесточение штрафных санкций у нас происходит по всем направлениям, и не только при работе с денежными средствами. Ну, конкретно за контрольно-кассовую технику штрафы достаточно большие за неприменение или за применение неправильно зарегистрированных аппаратов. И, собственно говоря, в случае выявления проблем штрафы у нас применяются за неправильное оформление чеков, за отсутствие необходимой регистрации и за несоответствие данных реальным событиям. Ну, единственное исключение, ну, точнее, не единственное исключение, но по, соответственно, 54-му закону ФЗ, штрафы у нас не назначаются в следующих случаях. Если это продажи периодических печатных изделий, то есть газет, например, если это осуществляется продажа ценных бумаг, для обеспечения питанием сотрудников образовательных учреждений применяются эти санкции, при торговле мороженым в киосках, при ремонте и окраске обуви, и при вспашке огородов и распиловке дров. То есть, вот эти случаи не попадают под штрафные санкции. Ну, и здесь еще небольшое добавление. Самозанятые освобождены от применения ККТ, так как они оформляют чеки с помощью приложения Мой налог. И, собственно говоря, у нас вот такая небольшая подборка. Сейчас я вам покажу слайдик. Собственно говоря, это штрафные санкции, которые применяются в данный момент за нарушение работы с кассовым аппаратом. И если вы не ответили, проигнорировали, например, какой-то запрос от налоговой инспекции. Как вы видите, штрафы достаточно большие. И основное, если вы произвели расчет без применения контрольно-кассовой техники, это первичное нарушение. Если вас поймали в первый раз, то в этом случае штраф от 75 до 100% суммы расчета без ККТ, но минимум 10 тысяч. Даже если вы не пробили чек на сумму 3 рубля, с вас возьмут штраф не менее 30 тысяч. Ну, вы можете посмотреть. В дальнейшем все эти штрафы уже давно знакомы. В общем-то, больше для того, чтобы, так сказать, воскресить в памяти штрафные санкции. Ну и, собственно говоря, когда мы начинаем работать с денежными средствами в конфигурации ЕРП, у нас мы должны, естественно, учитывать вот эти все ужесточения, требования, которые налоговые органы имеют право применять. Но, тем не менее, работа с кассовым, с денежным хозяйством, не обязательно только с кассом, у нас уже достаточно неплохо отработано, и просто надо соблюдать все необходимые алгоритмы. Сама по себе работа с кассовым хозяйством, с денежными средствами, мы сейчас перейдем на демо-базу. Начинается у нас с того момента, что мы должны активировать необходимые сведения через НСИИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И здесь у нас есть блок настройка НСИИ и разделов, и блок казначейства и взаиморасчеты. Обратите внимание на этот блок, то есть от него зависит функционал того, что мы хотим видеть при взаиморасчетах. Ну, в первую очередь мы проверяем денежные средства и ставим вложок несколько банковских счетов, потому что сейчас практически все предприятия имеют несколько банковских счетов. Но обратите внимание, здесь есть подсказочка, что у нас администрирование, вот именно эта птичка ставится в разделе банковские счета. И мы проставляем несколько касс на случай, если у нас ведется, ну, например, есть какие-то обособленные подразделения и так далее. И обратите внимание, то есть здесь у нас есть разделы, вот мы еще не поговорили про экваринг, но флажок оплата платежными картами мы в денежных средствах с вами ставим заранее. То есть это нам дает возможность работать с экваринговыми аппаратами. Настройки мы потом посмотрим с вами поподробнее. А сейчас просто ставим отметку, что мы используем оплаты платежными картами, тогда у нас появляется дополнительный блок уже в разделе казначейства. Договора кредитов и депозитов используем, потому что это договора, которые имеют немножко другую структуру, в отличие от хозяйственных договоров, например, договора о купле-продаже. У них немного другой интерфейс, и такие договора попадают в платежный календарь. То есть мы создаем график, например, погашения кредитов, то есть сроки, когда мы должны погасить какие-то транши, например, и тогда они у нас попадут в платежный календарь, и появится возможность детального планирования платежей. Обратите внимание вот на эту птичку международные реквизиты банковских счетов. Ее лучше поставить заранее, потому что даже если вы не работаете, например, с валютным контролем, с международными контрактами, чтобы потом в будущем не приходилось искать, а где же это. То есть, как вы знаете, российская банковская система предполагает, что у вас двадцатизначный код расчетного счета. А иностранная система – это использование платежей в форме ИБАН, то есть это наличие буквенных обозначений в коде. И, соответственно, мы в этом случае проставляем, что мы будем использовать платежи в валюте и валютный контроль. То есть сейчас валютный контроль достаточно неплохо реализован в ИРП. Если раньше практически валютный контроль ввели вручную, то есть у каждого клиента банка были свои образцы валютных, например, там, справки о подтверждающих операциях, справки о приобретении валюты, то сейчас это все-таки немного унифицировано. И, например, если вы используете дополнительный сервис 1С Директ Банк, то вы можете это все очень комфортно ввести в 1С. Использовать переводы в пути при перечислении денежных средств. Здесь мы смотрим, то есть стоит использовать или не стоит, потому что, как вы знаете, если мы перечисляем деньги по зарплатному проекту, то у нас, например, проходит сегодня, вы отправляете платежку, а зачисление денежных средств на счета уже конкретным сотрудникам может происходить на следующий день или с небольшой задержкой. То есть ставите или не ставите вот тут отметочку, то есть что у вас зачисление будет происходить через 57 счет, то это уже в соответствии с вашим функционалом, который вы используете. Итак, мы с вами посмотрели денежные средства. Сейчас мы еще немножечко забежим вперед и поговорим про планирование и контроль денежных средств, то есть, так сказать, в полевых условиях на практике. А немножко позже мы вернемся по слайдам. То есть планирование и контроль денежных средств – это конкретно наш платежный календарь. И, во-первых, работа с заявками на расходование денежных средств. То есть сами по себе заявки на расходование денежных средств очень комфортный и очень прозрачный механизм. Мы ставим сразу сложок, чекбокс о том, что мы используем заявки. И если мы используем лимиты, то есть устанавливаем ли мы лимиты для своих подразделений. Ну, например, что столярный цех, там, лимит расчетов на месяц столько-то, коммерсанты столько-то. И, соответственно, в этом случае мы выбираем, что мы не используем лимиты, то есть, например, это не наша головная боль, или используем лимиты по документам расхода, или по бюджетированию, если мы составляем с вами бюджет, в которого должны придерживаться. Ну, соответственно, у нас здесь есть выбор. Если мы выбираем, что лимиты мы используем, то, соответственно, вот эти дополнительные отметки чекбокса мы ставим в соответствии с нашими бизнес-процессами. Расчеты с подотчетниками. То есть, здесь у нас с вами, опять же, точно так же, как и при работе с заявками, мы с вами выбираем, какой формат работы с подотчетниками. То есть, во-первых, используется ли у нас единый авансовый отчет. Потому что сейчас, как вы знаете, с этим были тоже изменения. То есть, авансовый отчет у нас может быть с разным статусом. То есть, подготовленный физическим лицом и утвержденный. То есть, соответственно, если у нас авансовый отчет уже подготовлен, но еще не утвержден, то тогда при вот такой системе по нему не формируются проводки. Ну и если контролировать выдачу подотчета, то, соответственно, в каких целях? К сожалению, это был актуальный вариант, когда подотчет выдавалось руководителям. Ну, соответственно, если это вам нужно, то вы вставите здесь чекбокс. Взаиморасчеты. Ну, вот здесь вот нам уже не так намного надо изменений. И, соответственно, здесь проставлять или нет флажок, вы выбираете уже в соответствии с вашим процессом. И переоценка валютных средств. То есть, мы чаще всего выбираем на дату оплаты на конец месяца. Потому что, если мы выбираем на каждый день, у нас будет получаться, что достаточно много операций без изменения валютного остатка. То есть, связанных только с колебанием курса валют. Вот после того, как мы с вами прошли НСИИ и администрирование, раздел казначейства и взаиморасчеты, мы с вами можем приступать к подразделу казначейства и уже конкретно с этим подразделом работать. И работать мы с вами можем начинать с заявками на расходование денежных средств. На самом деле, это очень удобный механизм. Он позволяет избежать, во-первых, дополнительного согласования, когда вы собираете стопку документов и несете на подписание руководителю. Ну, а во-вторых, когда происходят несанкционированные выплаты. То есть, руководитель не с новым духом, а вы делаете какой-то платеж. Заявка на расходование денежных средств. Сейчас мы вернемся к теоретической части и посмотрим теоретически. Но практически заявка на расходование денежных средств – это рабочее место. Мы с вами сейчас видим журнал заявок. И, соответственно, журнал у нас, во-первых, отражает, кто, когда, кому, кто создал и согласованно, не согласованно. То есть, это статус. Как вы видите, здесь он имеет несколько вариаций. То есть, согласованная заявка руководителем, например, отклонена или принимает статус к оплате. То есть, если она согласована, например, начальником отдела, то статус согласован, но к оплате она еще не допускается, например, до момента утверждения этой заявки к финансовым директорам или генеральным директорам. Вот когда уже становится статус к оплате, это значит, что все руководители провели согласование, то есть одобрили эту заявку. И мы ее уже можем использовать в дальнейшем и при работе с платежным календарем, и при работе с дальнейшими планами, бюджетами и так далее. Значит, при заполнении заявки на расходование денежных средств мы, во-первых, выбираем операцию, которая нам нужна. Здесь, видите, достаточно много всего, что стационарно предусмотрено. Заполняем дату. То есть, если вы не заполните дату платежа, программа не даст вам провести заявку. Ну и, соответственно, дальнейшие подробности, куда, кому и что. А вот закладки расшифровка платежа и распределения по счетам имеют некоторые особенности интересные. То есть, если мы выдаем, ну, конкретно, например, подотчетному лицу, мы выбираем статью движения денежных средств операционной деятельности. Ну, у нас может быть, видите, инвестиционно. То есть, это справочник, который мы заполняем. Соответственно, мы выбираем нужную позицию. Статья движения денежных средств, как вы знаете, у нас ГФУ привязана. А вот распределение по денежным, распределение по счетам, а у нас вот здесь интересная ситуация. То есть, мы можем выбрать заранее в какой-то, ну, допустим, при составлении заявки. Но чаще всего при составлении заявки мы не знаем. Если у нас несколько счетов в банках, мы не знаем, на каком счете у нас окажутся денежные средства на момент платежа. Поэтому вот эта строка, то есть, мы можем добавить, записать какую-то конкретную запись. Ну, вот, например, выбрать все. Вот наш, ну, в данном случае у меня один банковский счет. Но если у меня несколько, я выбираю конкретный банк. А могу оставить незаполненным. То есть, вот в таком случае. Тогда у меня заявка попадет в платежный календарь, не распределенная по счетам. И я смогу в платежном календаре, посмотрев на то, где у меня какие остатки, распределить ее по счетам отдельным, ну, отдельным шагом. Так, мы сейчас это закроем. Нет, мы не будем сохранить изменения. И вернемся с вами к нашим слайдикам. Так, чуть-чуть подвинем. К нашим слайдикам. Вот то, что я говорила про нумерацию счетов. Если у нас российские счета, то есть, видите, 20 символов, и они имеют только цифровое значение. То есть, в них зашифрован SWIFT банк, BIC, ну, и дальнейшая информация по банку. А вот открытие счета за рубежом. Если мы работаем в системе международных платежей, то у нас уже 34 символа. И, соответственно, буквенное выражение, буквенная кодировка страны платежа. А вот теперь мы с вами посмотрим, как работать с заявками. То есть, то, что мы с вами только что проговорили, так сказать, на практике. То есть, соответственно, сама заявка – это планирование платежей, согласование платежей с руководителем. И обычно применяются несколько видов операций, когда массу заявки применяются. Заявки могут применяться к каждому конкретному банковскому счету. То есть, мы когда задаем банковский счет, мы дополнительно создаем правила, работает он с заявками на денежные средства или не работает. Поэтому, кроме того, что мы активируем возможность работать с заявками, мы еще на каждый конкретный расчетный счет указываем, работает он с заявками на раскладывание денежных средств или нет. Под виды, которые могут подлежать контролю, у нас с вами пойдет оплата по кредитам, ну, естественно, таможенные платежи, потом возвраты клиентам, перечисления поставщикам, подотчетники, естественно, и оплата в другие организации. То есть, если мы с вами, например, платим кому-то, ну, естественно, прочие расходы, когда мы производим какие-то другие платежи, например, оплата комиссии банка и так далее. Что мы делаем с заявками? Это мы с вами немножко уже поговорили про это, ну, так сказать, систематизировать процесс. То есть, процесс состоит из шести этапов. Ну, соответственно, сначала заявку оформляет инициатор, то есть, менеджер, например, или работники подразделения, которые инициируют заявку. Это может быть мастер цеха, инженер, конструктор, ну, то есть, тот, кто просит оплатить какой-то документ, счет. Соответственно, он оформляет заявку. Руководитель этого подразделения, соответственно, эту заявку корректирует, проверяет, если это требуется, или просто согласовывает. После этого заявка работает представитель финансовой службы. То есть, соответственно, он проверяет реквизиты, по которым необходимо оплатить сумму счета, то есть, технический, так сказать, аспект. И после проверки финансистов, после проверки реквизитов, руководитель подразделения, который разрешает оплатить эту сумму. И уже после этого бухгалтерия принимает к оплате данную заявку, если она имеет статус к оплате, и на основании этой заявки формирует платежное поручение. Вот формирование платежного поручения и выгрузка его в клиент-банк уже происходит автоматически после того, как заявка прошла все этапы согласования. Еще немножко теории, так сказать. То есть, после того, как прошли все этапы согласования заявки, у нас возникает платежное поручение. И по этим платежным поручениям в платежном календаре мы можем посмотреть с вами, во-первых, составление реестров, каким образом оплачиваются. И, ну, фактически, это работа с безналичными денежными средствами и работа с выписками банка. Но, кроме этого, в выписках банка у нас с вами может присутствовать и оплата платежными картами. То есть, когда у нас производится безналичный расчет конкретно через эквайринговые аппараты. В этом случае у нас эквайринговый аппарат тоже требует работа с платежными картами, требует активации через НСИ и администрирование. Мы с вами это уже смотрели, когда вот смотрели работу с денежными средствами. То есть, в этом случае мы после того, как активировали эту возможность, мы уже конкретно указываем настройки терминала. То есть, мы указываем банковский счет, на который поступают денежные средства, соответственно, сам эквайринговый аппарат, то есть, теми, с кем у нас заключен договор эквайринга. И, соответственно, нужно ли делать заявки на движение денежных средств через этот терминал. Сейчас мы с вами посмотрим еще немножечко теорию. Ну, это просто я напомню, что мы с вами смотрели НСИ и администрирование, казначейство и заморасчеты. И там настраивали уже возможность работать с эквайрингом. Снова возвращаемся с вами к нашей демо-базе. И здесь, значит, я напомню, вот тут смотрели работу с эквайрингом, вот работа платежными картами. И теперь мы с вами можем в разделе казначейства работать, соответственно, с конкретными эквайринговыми аппаратами. И у нас вот здесь есть раздел эквайринга. То есть, у нас есть раздел эквайринговые терминалы. И мы здесь можем указать конкретно, ну, вот, например, возьмем, указываем наименование счета, договор, с которым, договор по эквайрингу, ну, и, соответственно, установить и другие подробности. Все. Вот у меня здесь список моих эквайринговых аппаратов. И в зависимости от договора эквайринга у меня будет отображаться. Ну, сейчас чаще всего используются два вида выписок эквайринга. То есть, когда указывается сумма эквайринга, ну, например, там тысячу рублей по эквайринговому аппарату. В том числе комиссия банка стокота. То есть, сбор, который берет эквайринговый оператор. Или выписка разбита на две части. Чисто сумма, которая зачисляется на расчетный счет и отдельно сумма, которая составляет эквайринговый сбор. Вот в этом случае если у вас такие выписки получаются, вам нужно быть внимательным, когда вы производите загрузку выписок из клиент-банка. Потому что возникают достаточно часто ситуации, когда выручку приходят по такому, по такой выписке, а комиссию банка не включают в оборот, не включают выручку, в доход. И тогда получается занижение выручки. Потому что комиссия банка должна быть в составе выручки, а потом списываться на услуги банка. Снова вернемся к нашим слайдикам. И теперь еще один момент, который требует теоретически, так сказать, базы информации. Это инвентаризация наличных денежных средств. Как я уже говорила, у нас действует новая ФСБУ 28-е, которая называется инвентаризация. И создана это достаточно давно. То есть веках об этом ФСБУ был в 22-м году, а запланировано обязательное внедрение в 25-м году. Но многие сейчас в добровольном порядке применяют это ФСБУ. на самом деле ФСБУ хорошие, то есть формализованы сведения, которыми в обязательном порядке сопровождается инвентаризация и проведение инвентаризации. Потому что раньше здесь было достаточно много простора для творчества, скажем так. То есть на самом деле не было конкретизировано. Но сейчас возникла очень интересная ситуация, когда у нас есть проект ФСБУ, а есть указания, которые касаются проведения инвентаризации. И конкретно в новом проекте ФСБУ нет некоторых моментов. То есть конкретно ФСБУ не содержится спецификации по основным средствам и нематериальным активам. Финансовые вложения и ТМЦ по незавершенному производству. А также денежные средства, расчеты и резервы. Стандарт предусматривает применение традиционных способов определения фактического наличия, а также допускает применение альтернативных способов. То есть вот мы с вами уже мельком говорили, то есть в стандарте ФСБУ 28-2023 у нас предусмотрены альтернативные способы, это видеофиксация и фотофиксация. Ну и то, что касается конкретно денежных средств, у нас содержится в указаниях по инвентаризации. Ну по результатам инвентаризации составляется акт форма инвентаризации но сейчас мы с вами вернемся, посмотрим, что у нас есть по инвентаризации и соответственно уходим от платежных терминалов, возвращаемся в подраздел казначейства и в подраздел казначейства у нас с вами есть вот такие возможности. Соответственно эквайлинг мы с вами посмотрели, авансовые отчеты и денежные документы. Денежные документы это предполагается, что вы работаете с билетами, ну то есть с бланками строгой отчетности например и инкассация это у нас с вами вот отражение расхождений по инкассации движения денежных средств. Ну к сожалению сейчас подробнее не будем останавливаться на инвентаризации. То есть инвентаризация наличных денежных средств требует определенных документальных создания определенных документов для инвентаризации ну и соответственно наличие договора материальной ответственности и так далее. Но на самом деле сформировать документ мы можем спокойно и расхождение при инкассации тоже с вами можем отразить. теперь опять возвращаемся к нашим слайдам и наконец мы с вами подошли к платежному календарю. То есть самый как бы такой основной наверное документ самый интересный документ это платежный календарь. А платежный календарь у нас формируется на основании то есть он формируется как отсчет на основании документов договоров поставщиками договоров с кредитными организациями заявок и так далее. То есть вы видите перечисление что помогает сделать платежный календарь. Но на самом деле самая большая наверное его самая большая помощь его в том что он проверяет выполнимость то есть проверяет наличие денежных средств и наличие кассовых разрывов. Сейчас мы с вами так сказать вот теоретическая база что мы можем посмотреть в платежном календаре и потом мы перейдем к самому платежному календарю и поговорим об этом более подробно. Ну во-первых он отражает то что раньше делалось на коленке то есть наличие денежных средств позволяет переместить денежные средства из одного расчетного счета например в другой и сформировать конкретные платежки. Сейчас мы с вами переместимся в платежный календарь то есть это у нас следующее рабочее место видите первое рабочее место это заявки на расходование денежных средств и следующее рабочее место это платежный календарь платежный календарь очень интересный документ ну во-первых из чего он состоит то есть первая кнопка это вид документа как вы можете посмотреть у нас вот такие предусмотрены вариации то есть если мы выбираем заявки календарь у нас интерфейс меняется здесь мы видим заявки на расходование денежных средств а здесь мы видим расчетные счета и соответственно если по плюсику мы открываем то видим поступление списание ну то есть информацию о том остатке который у нас сложился по этому расчетному счету но мне кажется ну это чисто субъективное мнение этот вид не очень удобен потому что он отражает конечные итоговые суммы а вот другой вид который у нас календарь платежи выглядит вот так и в этом случае у нас здесь есть по датам то есть фиксирование каких-то процедур по датам и соответственно просроченная или нет у нас задолженность то есть это более удобно ну это субъективный взгляд на мой взгляд по тем сведениям которые у нас имеются ну то есть соответственно мы можем точно так же открыть какие-то конкретные поступления и списания или у нас есть две таких пиктограммки которые позволяют открыть то есть развернуть все и наоборот свернуть все чтобы не тыркать по плюсикам ну скажем так в произвольном порядке а в нижнем окне у нас отражены заявки на расходование денежных средств и обратите внимание заявки у нас идут по номерам и по датам и у нас есть возможность распределить по банковским счетам наши заявки и соответственно установить пометку к оплате то есть у нас заявки стоят в статусе согласовано вот например я могу посмотреть какая у меня заявка для чего сделана и для чего используется и вот здесь у нас с вами ну во-первых можно передвинуть очередность вот передвинуть состояние банков что я хочу видеть например в верхней строчке банк который чаще используется в нижней который реже используется и запланировать какие-то движения то есть перечисления на другой счет например инкассация из банка или в банку и в банк или конвертацию валюты ну например то есть то что мне необходимо видеть и у меня здесь есть возможность во-первых изменить параметры платежа то есть передвинуть на день на какую-то дату разбить оплату на если у меня есть заявка я могу ее разбить если у меня не хватает сразу например на какое-то это и у меня здесь есть такой интересненький отчет то есть реестр платежей то есть на конкретный на конкретный на конкретную дату или на период и конкретном по конкретному расчетному счету либо по всем расчетным счетам вместе то есть вот здесь достаточно интересный реестр составлен видите вот так ну во-первых по валютам сколько у меня по каждой валюте ну и во-вторых уже по организациям то есть картинка всех моих расчетных средств раньше например ну допустим главным бухгалтерам или финансовым директорам приходилось такие сводные отчеты составлять вручную чтобы показать руководителю директору где какие деньги и сколько так вернемся сюда но платежный календарь мы можем кроме того что изменить его вид ну например вывести просто список заявок какие у нас есть заявки на оплату так я сейчас поменяю вид так вот поставлю и теперь мы с вами списание не распределено то есть мы видим с вами список заявок которые не распределены которые мне надо распределить на банк но допустим если у меня распределено все уже я все сделала то вот такая клавиша сформировать списание денежных средств это значит что у меня программа сформирует платежные поручения то есть те которые у меня создание платежных документов у меня отразится в заявка на списание денежных средств у меня будет в статусе оплата и я смогу в разделе в подразделе казначейства казначейства использовать работу с безналичными платежами вот у меня здесь отразились видите платежные поручения по заявкам которые попали на оплату в текущую дату ну и соответственно я уже могу проводить загрузку и выгрузку в клиент банк это если я не работаю с сервисом 1с директ банк то есть в этом случае в чем разница 1с директ банк и просто работа с клиент банком работа с клиент банком у меня происходит через файл который я выгружаю свои платежи то есть соответственно у меня идет кодировка 1с и потом этот файл передаю в систему клиент банка своего и выписки которые у меня поступают я выгружаю в промежуточный файл который у меня будет например обозначаться клиент банк 1с и соответственно после этого я его могу загрузить в 1с и у меня будут загрузки соответственно отражены после этого я могу провести выписки и буду видеть свой ну фактически документ оборот с банком здесь есть еще вот такая очень интересная функция это в разделе безналичные платежи вот как вы видите при работе с банком я перехожу в этот блок и у меня рабочее место безналичные платежи то есть мы попадаем с вами в безналичные платежи ну естественно здесь будет отражаться какой-то конкретный счет и кнопка загрузка и выгрузка платежей то есть соответственно это выгрузка в клиент банк это выгрузка вот моих этих платежных поручений и отправка из файлов клиент банк и загрузка то есть это файл выгруженный из клиент банка и соответственно загруженный уже в 1С и собственно здесь у меня попадут те операции которые по какой-то причине не провелись может быть что-то вот допустим не проведенный банком может быть ошибки в платежных реквизитах или еще что-то ну и соответственно если проведены то они у меня отмечены будут проведены банком вот такую отмечку но у меня здесь есть один замечательный сервис сверковыписок то есть сверковыписок у меня отражает то что провела программа то есть в моем случае 1S ERP и то что у меня находится в файле с выпиской из клиент банка то есть программа сравнивает проводки которые сделаны в блоке казначейства работа безналичными расчетными средствами и информацию которая у меня находится в файле из клиент банка и отражает в этом случае если у меня есть какие-то отклонения это очень удобный функционал тем более если есть несколько расчетных счетов ну то есть позволяет избежать ошибок позволяет быстро оперативно найти ошибку либо в списании либо в поступлении денежных средств так значит мы с вами пока это закроем так и снова вернемся к платежному календарю значит еще у нас есть возможность платежный календарь настраивать значит настраивать мы можем каким образом ну здесь я уже вам говорила то есть через можем сгруппировать например если я хочу например сначала оплатить только покупателям то здесь я могу выбрать статья движения денежных средств оплата покупателя у меня подберутся все мои заявки с таким с таким движением денежных средств либо операция там конвертация у меня выберется вся конвертация ну то есть у меня есть различные вариации ну сейчас у меня стоит без группировки но вот то что мы с вами видим сейчас здесь перечень счетов здесь перечень заявок но мы с вами можем еще выполнить одну настройку через кнопочку еще у нас с вами есть возможность настройка если мы выбираем настройку то у нас появляется вот такая возможность наш платежный календарь ну настроить ну во-первых я могу поставить отображать в календаре несогласованные заявки в этом случае я буду видеть что мне например директор согласовал а что нет но поскольку это не всегда нужно то она видите стоит как бы особняком и теперь что я вижу то есть если у меня работает коммерческий отдел по заказам то есть фиксируют заказы от клиентов то в этом случае я могу поставить вот здесь флажок у меня будут отражаться плановые поступления то есть плановая доходная часть ну возвраты если я например четко знаю что у меня заявка на возврат там оформлен от покупателя который предъявил например претензию или еще какие-то эти ожидаемые поступления введенные вручную ну если я знаю что у меня там поступит ну например взнос от учредителей или еще что-то соответственно ожидаемые расходы то есть если я оплачиваю поставщикам своим какие-то заказы что-то заказываю или наоборот возвращаю денежные средства и обратите внимание вот этот блок финансовые инструменты то есть если у меня по графику платежей планируется погашение каких-то обязательств либо мне возвращается депозит либо какие-то соответственно займы должны возвращаться либо платить за аренду ну то есть вот соответственно выставляете флажки я себе увеличу вариативность если можно так сказать ну и надо или не надо группировать по валютам если я работаю с разными валютами и даже вот такое мелкие мелкое удобство как скрывать нерабочие дни то есть чтобы не терять время поскольку вы видите сам график достаточно большой то есть здесь отражается сейчас у меня стоит и суббота и воскресенье если я поставлю скрывать нерабочие дни то соответственно у меня вот такие колонки суббота воскресенье там праздничные дни пропадут так снова вернемся к нашим слайдикам ну и как вы видите сам платежный календарь мы с вами его посмотрели он строится таким образом то есть поступления которые мы по договорам можем по договорам по графикам платежей поступления которые мы можем спланировать и расходования соответственно здесь у нас и распоряжение на перемещение между между счетами ну то есть вот как бы план который у нас попадет в платежный календарь зависит от полноты заполнения договоров графиков платежей если естественно вы напишите что например договор займа номер там такой-то и не введете платежный календарь то не введете график платежей то в платежный календарь не поступит информация откуда вы взяли такие суммы то есть в вашем тогда случае только ручной вот что естественно трудоемко ну это вот работа с заявками то есть мы с вами смотрели три разных вида когда у нас стоит заявки календарь когда стоит календарь платежи и когда просто список заявок мы с вами посмотрели и соответственно те команды которые позволяют работать с самими заявками или с регистрами платежей ну и вот сама сама форма платежного календаря то есть у нас с вами вот мы смотрели это вид календаря платежи и последнее то что мы с вами посмотрели это настройки через клавишу еще которую мы отмечали чекбоксами то есть галочками соответственно в общем-то так и еще пару слов мне хотелось бы сказать до того как мы закончим нашу встречу то есть казначейство у нас предполагает работу с денежными средствами и безналичными как мы с вами посмотрели то есть эквариинг в том числе вот он эквариинг наш кассовые естественно операции то есть расходные приходные кассовые ордера кассовая книга ведется как отчет то есть по той настройке которую мы делали через инсы и администрирование здесь у нас инвентаризация наличных и сейчас вернемся снова и отражение расхождения если у нас при инкассации обнаружены какие-то расхождения сверка взаимозадолженности то есть вот у нас есть такой блок и он в общем-то достаточно часто используется и финансовые инструменты вот хочу обратить ваше внимание на финансовые инструменты здесь у нас основное это договора кредитов и депозитов обратите внимание что у нас в разных разделах повторяются некоторые подразделы но это не тот случай когда у нас например в меню продажи стоит договора с клиентами то есть договора с клиентами и казначейство финансовые инструменты договора клиентов и депозитов имеют разную структуру то есть это нужно обязательно учитывать и соответственно если у вас есть договора например лизинг то вы по лизингу обязательно должны включить график платежей то есть кроме регистрационных данных договора его соответственно условий есть график начислений то есть периодичность и график оплат и тогда когда вы используете график оплат при составлении финансовых договоров у вас эти сведения попадают в платежный календарь и вы можете планировать поступление денежных средств то что мы с вами перед этим посмотрели в разделе платежный календарь теперь мы с вами к сожалению свое время уже перебрали и возвращаемся к нашему титульному листу и здесь мне хочется еще раз обратить ваше внимание на наши контактные данные телефоны телеграм-каналы адрес сайта и собственно предложить вам сотрудничество мы выполняем все настройки все работы которые связаны с семейством программы ДНС так что будем рады оказаться вам полезными милости просим к сотрудничеству разрешите поблагодарить вас за время которое вы нам уделили за внимание и пожелать новых встреч мы будем рады оказаться вам полезными всего доброго хорошего вам дня до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...